Добрый день, добрый вечер или доброе утро? Классные прогулки, приятного аппетита, доброй ночи. Где бы ты сейчас ни был и чем ни занимался, игромания всегда рядом. Для того, чтобы поделиться всеми самыми важными новостями игровой индустрии. А их за последние сутки накопилось немало, скажу я тебе. Сейчас будем все разбирать, но для начала с пятницы тебе. Итак, новости на старт, внимание, погнали! Большая пресс-конференция Electronic Arts пройдет 22 июля. А до тех пор компания проведет несколько предварительных стримов. Первый из них закончился буквально вчера. На нем подтвердили недавние слухи. В секретном режиме Battlefield 2042 появятся ремастеры многих любимых игроками карт. Инсайдеры уже успели раздобыть полный список. А там, конечно же, самые местные локации в истории серии. Метро и Операция в заперти. Кроме них, границы Каспия, остров Уэйка, осада Шанхая и много чего еще. Кстати, на создание каждой карты уходит огромное количество времени. От 6 до 12 месяцев. Разработчики заявили, что подумывают вернуть еще одну фишку, которая вызывает ностальгию игроков. Это режим командира, когда с помощью планшета можно следить за ходом боя и отдавать приказы команде. Еще студия похвасталась, что погодные эффекты типа Торнадо — это не просто красивый антураж, а реально сложная штука, сравнимая с разрушаемостью в Battlefield Bad Company. А теперь новости железа. Инсайдеры пишут, что Nvidia планировала серьезно увеличить производство чипов уже в июле. Но, увы, не получилось. А виновата во всем Samsung. Компания до сих пор не смогла отладить производство. Аналитики считают, что если проблему не решат в ближайшее время, это может спровоцировать новое повышение цен. Тем временем у покупателей появилась новая беда. Китайцы начали массово поделывать чипы или даже видеокарты целиком. Под видом новых могут продавать модели десятилетней давности. Уже появились первые сообщения, что такие подделки добрались до российских интернет-магазинов. В общем, если решишь делать апгрейд, будь осторожнее. Ну а тем временем Sony провела очередной стрим State of Play. Давай посмотрим, что там было интересного. Тем более, что в этот раз обошлось без эксклюзивов. Хидео Кодзима показал режиссерскую версию Death Stranding. Там будут новые локации и сюжетные миссии. Улучшенная боевая система и, внезапно, гонки на машинах. Релиз 24 сентября. За стандартное издание для PS5 просят 3600 рублей, за Deluxe 4300, а еще за 10 баксов можно сделать апгрейд уже купленной игры. Идем дальше. На стриме Sony состоялся анонс кооперативного шутера Arcade Giddon. Его действие происходит внутри аркадных автоматов. Игроки должны спасти их от злобных вирусов и агентов бездушных корпораций. Обещают кучу отсылок к популярным играм и фильмам. А все локации будут уникальными. Они создаются с помощью процедурной генерации. На PS5 проект уже вышел, но скоро доберется и до ПК. Похоже, там он будет эксклюзивом магазина Epic Games. Что еще интересного показали на State of Play? Сейчас расскажу. Студия Arkane представила большой кусок геймплея The Floop. Во многом игра похожа на их предыдущий проект серию Dishonored. Так что фанаты будут в восторге. Здесь всегда есть несколько путей, чтобы устранить цель. Для их поиска придется изучать окружение и даже подслушивать чужие разговоры. Ну а в случае смерти можно будет два раза воскресать, отматывая время назад. Игра выходит 14 сентября. Кстати, в экшене Seifu тоже перематывают время. Только не назад, а вперед. В случае неудачи герой станет старше. С одной стороны это добавит сил и опыта, но с другой приблизит его к смерти. Если стать слишком старым и помереть, придется начинать заново. Разработчики признали, что не успевают выпустить игру в этом году. Так что ждем ее в начале следующего. А 7 сентября выйдет Fist, киберпанковский фури-экшен про кролика-киборга. Один бушистый хомяк нас в этом году уже обломал. Надеюсь, что хоть это не подведет. И, наконец, 24 сентября состоится релиз Lost Judgment. Это спин-офф Якудзе. Судя по геймплею, все будет как обычно. Драки, танцы, паркур, еще драки, роботы, гонки и снова драки. И еще несколько коротких, но важных новостей этой пятницы. Следом за Apex Legends хакеры атаковали Titanfall 2. Требования к разработчикам все те же. Прекратить атаки хакеров на первый Titanfall. Мол, раз мы не можем в него нормально играть, то и вам спокойно жить не дадим. На ПК и Nintendo Switch состоялся релиз Monster Hunter Stories 2. Стоимость 2000 и 5400 рублей, соответственно. Средняя оценка довольно неплохая. 81 балл. Игру советуют новичкам и тем, кому серия Monster Hunter показалась чересчур хардкорной. Ну а для тех, кто сомневается в выборе, есть домоверсия. Появился очередной трейлер экшена Bright Memory Infinite. Видно, что теперь это уже не просто проект одинокого программиста, а серьезная игра от команды профессионалов. Релиз состоится в конце года. Вскоре после выхода этого видео, студия City Project начнет онлайн-фестиваль WitcherCon, посвященный серии Ведьмак. В честь этого игры серии будут продавать со скидками до 85%. А в сервисе GOG до 12 июля можно будет забрать набор с халявой. Там саундтрек, бонусы для Гвинта и две электронные книги. Ну а в магазине IP Games уже началась раздача двух игр. Первая — бридж констракта The Walking Dead. Строим мост и спасаем героев от толпы живых мертвецов. А вторая игра — аркадный роуглайк про роботов Iron Cast. И это все, что наша команда хотела рассказать тебе на этой неделе. Увидимся уже в ближайший вторник. Следующее сообщение не пропускай мимо ушей. Береги себя и свою психику. И пока. Субтитры подогнал «Симон»!